здравствуйте дорогие друзья добрый вечер с вами альпина дома и я с удовольствием хочу представить сегодняшнего нашего гостя нашего автора светлану иванову светлана здравствуйте здравствуйте ирина рада вас видеть и слышать так же как и всех тех кто сегодня с нами надеюсь что будут присоединяться еще светлана эксперт вы чар она эксперт управление и этот год для нас и для альпины для светлана он особенный вот домашней библиотеке буквально я вот готовила к сегодняшнему эфиру у меня только две книги светлана я их прочла с огромным удовольствием потому что сама как руководитель очень часто нуждаюсь какой-то поддержки советах у светланы в этом году альпини выходит 20 книга это юбилейная книга это очень круто я вас искренне поздравляю мне кажется просто супер результат и мне кажется это какая-то выдающаяся продуктивность вот если не вас этим поздравляю но знаю что на самом деле год трижды юбилейный потому что в этом году у вас 25 лет как управленческого стажа так и 25 и чар стажа вот просто поделитесь рецептом как вам удается сохранять такую потрясающую продуктивность и уже дальше мы придем теме нашей беседы спасибо во первых за поздравление очень приятно слышать на самом деле вот в моей картине мира чем больше делаешь тем больше успеваешь ну в разумных конечно пределах да не надо загонять себя так сказать делать из себя загнанную лошадь но тем не менее чем больше ты как писал майковский творил и думал и пробуй чем больше ты творишь тем больше тренируется твой мозг тем больше он может чем больше ты накапливаешь своих лайфхаков или фишек или ноу-хау тем опять же больше ты успеваешь и на этом я не собираюсь останавливаться я на самом деле сразу говорю я планирую и не просто планирую а пишу новую книгу которая посвящена как раз или на той теме которую вы сейчас затронули она пока предварительное рабочее название психология дружбы со временем каким образом нужно жить и работать так чтобы успевать максимально но без стресса и выбора что ли да там ли работа или личная жизнь или там писать книги или зарабатывать деньги вот мой слоган успевать нужно все а на самом деле как маленькая такая прям было в 95 году я была преподавателем института преподавала русский язык иностранцам есть такая специальность не очень часто они все они знают но в какой-то момент я поняла что две параллельные линии в отличие от теории альтернативной геометрии никогда не пересекутся потому что в институте у меня неплохо шла карьера но денег там было но практически ноль я зарабатывала хорошие деньги будучи репетитором но понятно что там не сделаешь карьеры я решила найти что-то какое-то то решение которое позволит совместить одно и другое на самом деле говорю всегда честно у меня была только одна установка это должна быть работа с людьми поэтому ну жизнь могла сложиться по-разному я могла бы сейчас быть у вас в гостях в роли какого-нибудь коммерческого директора например то есть могла пойти в продажу но мне попалась на глаза вакансия в сети агентств три за тогда очень известным я пошла и получила предложение 10 мая выйти на работу поэтому 10 мая будет юбилей 25 лет в сфере связанные с и чары с персоналом но в то же время тогда нужно было сначала продать свою услугу только потом ее оказать и в декабре 95 же года я стала директором агентства по простейшему отечественному принципу у кого больше всего результаты больше всего выработка тот и получает продвижение ну и соответственно тогда не было не то что тренингов даже практически литературы то есть очень много приходилось методом проб и ошибок изучать на своем опыте я сказала приходилось вот у меня есть книга такая слышу что вы думаете на самом деле она как раз о том как слова выдают отношения приходилось да потому что это был путь через ошибки через какие-то ушибы неприятные моменты зато это впечаталась память навсегда и когда я пишу сейчас свои книги я базирую все что я пишу на том опыте который пережит в россии либо мною лично либо моими клиентами то есть это не воздушная гипотеза и не опыт где-то там в другом месте где другие условия другая психология ну наверное так вот вкратце чтобы перейти потом может быть полезному контенту кстати со статистом альпина меня связывает в этом году будет уже сколько 17 лет сотрудничества потому что первая книга была в 2003 году опубликована так что вот 17 лет мы вместе уже считайте закончили выпускной класс это очень здорово очень приятно здорово правда здорово мне искренне импонирует вот то количество энергии тот заряд который вас заложен вот сегодня заявлено нас довольно нестандартная тема нет универсальных солдат есть универсальные команды вот расскажите пожалуйста почему именно такая тема вам близка и кажется актуальной именно сейчас честно она мне кажется актуальной не именно сейчас а уже очень давно потому что я постоянно сталкивалась с руководителями которые пытаются найти привлечь получить результат и удержать вот ну я это называю универсальный солдат например ки аккаунт менеджер который занимается активными продажами привлечением клиентов и при этом обожает аналитику и отчеты но примерно наверное так же часто как белые вороны или двухголовые телята такие люди встречаются или руководитель хочет себе персонального ассистента которая с одной стороны с удовольствием энтузиазмом улыбкой носит кофе ведет документооборот в то же время когда ему вдруг резко захотелось попасть за границу ну забудем что сейчас это нельзя имеем ввиду что в принципе возможно но визу сделать за такое время в эту страну невозможно он это вот делай как хочешь или ему нужно в командировку по россии но в этом городе идет большая конференция всех гостиниц расписаны делай что хочешь но я там должен быть вот два таких ассистента в одном человеке несовместимы и либо ему нужно чем-то пожертвовать и сказать хорошо я не буду спонтанным но я хочу милую процессную девочку которая будет вот этот вот кофе подавать корреспонденцию разбирать ну а за вот такие спонтанные мои поездки я буду переплачивать лучше в агентство каком-нибудь обращаться это первый вариант второй вариант он может взять двух помощниц ну например сэкономив за счет того что возьмет себе студента которая будет работать не на полную занятость она частично и одна из них будет человеком результата с более внутренней референции то есть та которая сможет сама принять решение добиться вот этой визы в страну где невозможно визу сделать за этот срок найти решение что делать если все гостиницы заняты а другая будет процессница с внешней референции которая будет комфортно делать все так как заведено не лучше не хуже а так как положено для которой будет огромной радостью что вип-клиент улыбнулся и сказал спасибо как всегда приятно пахнет ваш кофе то же самое допустим пример в продажах в некоторых компаниях условно говоря делят на охотников и пастухов охотники это те кто завоевывают клиентов это те кому нравится быстро достичь результата поэтому называются охотники он пришел увидел победил он сделал холодный звонок ему отказали через три дня он его сделал по-другому и ему не отказали и он уже пришел и заключил сделку но им становится дико скучно когда надо раз в неделю прозванивать как поставка пришла там поздравлять с профессиональными праздниками чем-то подобным ввести документооборот по отгрузкам и тогда приходит время пастухов которым как раз некомфортно им страшно выходить на клиента по собственной инициативе делать холодные звонки получать отказы им комфортно когда все идет по заведенному когда они уже понимают что да вот в этот день в это время я позвоню поздравлю с праздником в этот день в это время я скажу отгрузочка ваша уже состоялась и они прекрасно дополняют друг друга или другой пример на самом деле маленькое открытие или откровенность моя 20 книга посвящена новой типологии которую я создала я рассмотрела несколько существующих типологий одна из них очень уважаемая мной типология майерс брикс но она насчитывает 16 типажей оценивать которые ну скажем да в процессе подбора персонала делегирования распределения задач достаточно сложно да и зачастую избыточно в то же время есть известные типологии такие как диск чуть менее известны социальные стили это американский аналог на самом деле это одно и то же просто название разные есть еще разновидность цветная типология поведения они выделяют только четыре типа и как мне кажется этого недостаточно поэтому что сделала я я выделила в книге которая вот сейчас выйдет выделила сначала две оси первая ось на что человек ориентирован на процесс или на результат процесс то есть мы делаем норму мы не стремимся сделать больше мы стремимся делать так как положено и нам так комфортно ну например идеальный работник конвейера или человек который заполняет трудовые книжки на конвейере невозможно работать быстрее чем идет конвейер невозможно и не нужно а трудовую книжку тоже нельзя заполнить лучше чем положено вот есть стандарт и все вот я вы знаете кстати поделюсь любопытным фактом своей биографии когда я училась в школе было такое понятие как у пк учебно-производственный комплекс когда школьники должны были каждый получить какую-то специальность и мне в кавычках повезло потому что получала я специально слесаря сборщика невероятно да это очень прикольно но сейчас вы поймете как это относится к теме потому что после девятого класса тогда это был предпоследний класс в отличие от текущего времени была обязательная производственная практика и я отработала полтора месяца на конвейере на одном из московских заводов и вот вы знаете я помню первый день и он ползет конвейер смысле он ползет так медленно это так скучно и я в конце дня рабочего подхожу к начальнице цеха и говорю скажите пожалуйста а можно увеличить скорость конвейера я могу работать но как минимум в два раза быстрее на что она мне деточка тут в основном женщины предпенсионного возраста что ты хочешь вот это пример когда нужен процессник который не хочет быстрее не хочет больше вот ему комфортно когда все идет в рамках такой знаете вот нормы не напрягаясь и так это первая шкала процесс или результат результат это девиз быстрее выше сильнее вторая шкала это на что человек больше ориентирован на содержание работы или на окружении то есть что я делаю более важно или с кем я делаю но сразу я хочу оговорить что естественно в чистом виде крайности бывают редко даже очень редко обычно это определенное расположение на шкале ближе к одному полюсу ближе к другому ближе к серединке но собственно рассказав это я по сути повторила теорию социальных стилей и диска что я туда внесла нового почему у меня 8 типажей они 4 и 16 потому что есть еще с моей точки зрения очень значимая мета программа которая называется тип референции референции от слова reference смысл в чем к чему человек апеллирует когда принимает решение или оценивает себя к внешнему ли мнению и тогда это называется внешней референции либо к собственному мнению к собственной оценки вот кстати знаете интересно маленький отход в сторону специально ирина для вас как для руководителя маркетинга вот смотрите реклама чистящие моющие средства зубные пасты и тому подобное стиральные порошки типичный ролик сюжет женщина домохозяйка у которой ну типа проблема скажем так как бы блузку отстирать к ней приходит мистер тропер тетя ася и же с ними кто говорит бери себе x и будет тебе счастье в ролика говорит да вот теперь у меня блузки белоснежно в то же время вы никогда не увидите в рекламе иномарок среднего класса чего-то подобного более того слоганы toyota управляй мечтой ford твой выбор не сам превосходя ожидания то есть ты решаешь ты оцениваешь ты выбираешь это модель мышления людей с преобладанием внутренней референции то есть для меня важно не то что мне поаплодировали или дали грамоту а то что например я доволен я добился своих целей ну и соответственно вот деление каждый каждого из четырех квадрантов пополам по типу референции дает нам как раз эти восемь типов я наверное сейчас не буду фокусироваться на названиях на названиях их довольно сложно будет на слух наверное воспринять в общем восемь типов четыре из которых лидеры либо эксперты и четыре из которых это исполнители или ведомые вот теперь давайте мы посмотрим например два человека работают в продажах у одного преобладает ориентация на результат и содержание работы а у другого на результат и окружение что это будет означать я возвращаюсь к теме универсальных команд допустим мы продаем сложное оборудование товарищу который ориентирован на результат и окружение мы будем доверять продающие презентации мы будем доверять участие в выставках пиар выступления но мы ни в коем случае не будем ему доверять технико экономические обоснования ну потому что это не его ему это содержание не будет интересно и вот если мы сделаем сцепку из этих двух людей первый на результат и окружение заделает продающую презентацию завоевывает потом когда нужно делать подробное технико экономическое обоснование подключается второй ну и потом когда уже надо завершать сделку снова 1 или другой пример лидеры эксперты например у нас генеральный директор драйвер это внутренняя референция результат и содержание то есть это человек который не особенно видят людей он видит цели и результаты он амбициозен самостоятельно в принятии решений чего ему ирина как вы считаете будет недоставать да много чего ну мне кажется просто будет неэффективен в том что ему неинтересно ну то есть ему будут неинтересны люди и у него как раз будут и возникать проблемы во взаимоотношениях в коллективе он будет кого-то передавливать и кто-то может из-за этого ценный работник уволиться а вот если выкладывать в это свое время душу и усилия потому что он не заинтересован а вот если у него появится ну условно говорю зам ну или он может быть он не будет называться зам он может быть директор по персоналу ну генеральный если есть директор по персоналу который будет ориентирован больше на людей он сможет компенсировать вот эту некую жесткость пушинг и в результате будет и движение к результату к делу но в то же время не будет вот таких людей которых уже просто сам отдавали или вот давайте возьмем маркетинг ну тема ваша я неоднократно сталкивалась особенно лет 10-15 назад когда в компаниях ну так скажем небольшого и среднего бизнеса был один маркетолог который да да совершенно верно я именно так называю кстати который отвечал из-за продвижения и за аналитику ну в 99 процентах случаев подвисало что-то из этого то есть если он был ориентирован на результат на окружение на людей у него отлично шло продвижение он прекрасно делал там допустим промо акции рекламные акции пиар-компании но эти цифры это и наоборот другой вариант когда человек по типажу больше ориентирован на процесс и содержание он прекрасно работал с цифрами делал аналитику но когда нужно было выйти там на промо акции что-то сказать произнести пиар речь или просто настроить себя на определенная аудитория подвисала именно это ну то есть вот мой один из тезисов этой книги что не надо пытаться изначально найти вот этого универсального солдата нужно создавать команды и связки ирина вот как вы считаете люди меняются мне кажется какие-то ключевые ключевые качества мне кажется очень сложно изменить то есть если человек не любит цифры ему тягость работа рутинная подсчет аналитика и так далее я слабо верю что из этого человека получится да человек который вот сфокусирован именно на этом роде деятельность просто потому что по натуре своей ему это не интересно нет этого огонька интереса к этому занятию вот тут я с вами соглашусь потому что я на уровне и исследования и жизненного опыта пришла к тому что абсолютно противоположные типажи в одном человеке развить невозможно то есть если человеку интересен результат и допустим окружение сделать его чтобы он еще был процессником ориентированным на содержание там на цифры ну не буду говорить невозможно но это что-то в области фантастики но вполне можно из какого-то одного типажа который у тебя доминирует сделать себя более универсальным нарастив дополнительные типажи и это один из с моей точки зрения очень важных разделов книги ну вот допустим давайте я сейчас просто приведу пример опять же как ну все посмеялись над тем что если сборщик но теперь еще один факт из биографии я начала свою руководящую деятельность когда мне было 24 года всего ну понятно не такой уж безумный опыт прямо скажем и на определенном этапе месяцев там не через несколько после того как я работать начала мне хватило ума заметить что некоторые сотрудники на меня обижаются почему потому что я вот не склонна была там к то что называют small talk то есть да как дела что там делала вчера то есть так сразу в делу проект и так далее ну потому что я типаж но по природе своей изначальной более ориентированный на результаты на дело но при этом человек наблюдательный и вот заметил да что кому-то кому-то с этим комфортно кто-то сам такой же кому-то не хочется терять время на там вот эти все разговоры за жизнь а кто-то наоборот другое для кого-то это очень важно и я осознанно не знаю никаких теорий тогда вы понимаете 95-96 год ничего этого не было я просто осознанно стала с теми людьми для которых как я поняла важно вот это личностное внимание некий элемент эмпатии как сейчас бы сказали эмоциональный интеллект я стала осознанно развивать у себя этот навык потом я увидела что это приносит результат то есть я вижу что человек становится более мотивированным он более со мной откровен как руководитель ну и на каком-то этапе это уже стало в хорошем смысле слово привычкой ну наверное в том смысле в каком кове вкладывал свое название да про привычки высокоэффективных людей не как у нас почему-то привычка ассоциируется с чем-то нехорошим а как что-то что становится тебе вполне комфортным и естественным ну и потом я стала разграничивать ну с кем это нужно делать с кем это делать не нужно то есть важный тезис как мне кажется в отличие от многих типологий в моей книге он заключается в том что если вы осознали что вам какого-то типажа не хватает вы получаете алгоритм как этот типаж себе нарастить то же самое вы видите что в вашем сотруднике если вы руководитель не хватает какого-то типажа тогда вы уже понимаете что что нужно сотруднику сказать чтобы его замотивировать какие ему предложить меры развития потому что если у нас представлено выражено хорошо два типажа или три мы гораздо более универсальны мы гораздо более эффективны мы гораздо реже попадаем ну какие-то скажем так негативные в плохом смысле стрессовые ситуации реже допускаем крысики и вот это как мне кажется ну важное новое слово потому что во многих случаях во многих тестах я сталкивалась с тем что вот это ваш диагноз примите и распишите живите с этим вот у вас да вот это ваша сильная сторона а это уж извините на самом деле я не хочу сказать что это легко это не быстро это не вот так поэтому если нужно вот так здесь лучше делать связки и команды из людей ну где один типаж такой другой такой они друг друга дополняют на самом деле понимание типажей как я знаю уже много лет дает очень многое в личной жизни ну например ты понимаешь что допустим допустим вот я ориентирована на результат мне пожалуйста быстрее и к цели а кто-то допустим из моих друзей или близких более процессный человек ему нужно гораздо больше времени на раскачку и я понимаю это не потому что он хочет меня разозлить а потому что это просто другой типаж или у меня был свое время очень интересный эпизод когда мои личные знакомые просто да супружеская пара как то ко мне обратились ну естественно понятно в неформальном плане просто за советом ну в общем конфликты постоянно стали между мужем и женой на тот момент им там ну около 30 лет но они еще со студенческих времен женаты при этом муж достаточно рано сделал карьеру у него очень высокий доход они оба хотели иметь нескольких детей сейчас у них двое трети на подходе ну то есть жена в общем по сути не работает и в общем причина конфликтов когда я стала общаться вот ягод не понимаю говорит муж вот что она меня все время укоряет вот типа а Петровы там съездили на Мальдивы а вот там Васичин купил жене шубу такую-то а вот эти вот ходили уже два раза в этом месяце в большой театр я же все делаю я деньги все в дом в конце концов вот у нас есть там и машина и дачи а в итоге где лежала отгадка в различном типе референции муж который давно ответственный так сказать работник находится на топовом уровне серьезной компании естественно он привык принимать решения сам он привык не оборачиваться на то что там что соседи скажут поэтому он воспринимает слова жены именно вот как упрек ну типа ты недостаточно мне даришь подарков или там мы недостаточно ездим отдыхать жена же сидя дома по сути там только год после института поработала естественно у нее сохраняется более внешний тип референции для нее это важно не потому что она его укоряет ну просто вот 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 ей важно чего кто скажет что кто подумает что нынче модно что в журналах пишут ну и собственно говоря что я сделала я просто им обоим вместе объяснила вот у вас есть сейчас такое-то отличие оно обусловлено ну тем что ты рано сделал карьеру ты постоянно принимаешь ответственные решения а ты сидишь дома да как бы да у тебя там круг общения в основном подружки соседки да ты читаешь женские журналы и у вас есть два пути либо первый путь вы просто это принимаете и понимаете и ты не грузишь мужа чего там сделали Петрова и Сидорова потому что его это задевает а ты если все-таки она иногда не удерживается и все-таки про Петровых и Сидорова говоришь говорит понимаешь что не потому что она тебя упрекает а просто потому что ну ей важно что модно что люди скажут и так далее это говорю я первый путь второй путь это тебе как только там ребенок чуть-чуть подрастет выходить на работу учиться принимать самостоятельные решения поскольку образование оба финансисты по образованию что в те годы востребовано и принимать важные решения самой и тогда ты сама через пару лет уже не будешь думать что скажут Петрова и Сидорова а ты уже будешь думать что ты сама хочешь и вы будете с мужем тогда говорить на одном языке ну в итоге они приняли второе решение все-таки потому что там уже ну ребенку уже два года было младшему то есть можно было действительно подумать о выходе на работу и надо сказать что она потом в итоге сделала очень неплохую карьеру в финансово-экономической сфере то есть к чему я сейчас это говорю иногда достаточно просто понять что другой человек отличается от тебя тем-то тем-то и а принять это не как его стремление тебя раздражать не как вызов тебе а как просто его особенности вот знаете я в свое время такую придумала метафору у меня была специфика такая что когда я работала директором рекрутингового агентства это еще было время новых русских и на самом деле достаточно большая часть заказчиков ну собственников бизнеса были вот этими вот вот как вот в анекдоте и они могли хамить конкретно они могли там слово не очень прилично употреблять регулярно в разговоре давно вовсе не потому что они что-то имели против сотрудника и были сотрудники которые из-за этого сильно переживали и я тогда придумала такую метафору я говорю слушай ну вот смотри вот если человек дурно воспитан и не умеет владеть собой это болезнь его надо пожалеть не надо обижаться ну вот если я не знаю человек хромой идет рядом с тобой ну что будешь обижаться что он хромает наоборот его надо пожалеть вот так же и отсутствие там культуры хорошего воспитания выдержанность это просто надо пожалеть такого человека а не обижаться и не излиться кстати многим помогал вот здесь то же самое ты понимаешь что другой типаж он не означает что ты злишься он злится на тебя или ты на него ну поэтому собственно говоря тезис понимать себя понимать других уметь управлять своими эмоциями и уметь управлять своим развитием наращивая недостающие типажи ну то есть по сути дела формула эмоционального интеллекта а вот у меня сразу вопрос мы сейчас с вами говорим о наращивании недостающих компетенций вот предположим ситуацию я знаю что у меня например три сильных качества вот по вашему я могу под каждое качество скажем так найти самую гипотетическую скажем так наиболее вероятно отращиваемую компетенцию которая ну условно смежная к этой какой-то сильной моей стороне чтобы я развивала именно те компетенции которые я могу развить с наибольшей вероятностью и толком вообще для себя чтобы мне это пошло в пользу и вот был этот самый умолитивный эффект Ирина знаете я наверное тут сразу хочу немножко разграничить то есть есть так называемые деловые компетенции ну вот тут вы стопроцентно правы если я допустим отлично выступаю публично не надо мне пытаться наращивать работу с документами надо мне пытаться вернее не пытаться а просто нарастить еще выше уровень компетенции публичного выступления если же мы говорим о личностных компетенциях о типажах об эмоциональном интеллекте здесь очень важно проанализировать насколько мне мешает то чего мне не хватает вот давайте я приведу пример опять же опираюсь на свой опыт думаю что тем более в прямом эфире интереснее не теория а как бы личность выступающего вот я уже привела пример как я когда-то поняла что мне не хватает внимания к людям стала это наращивать в то же время я знаю что мне не хватает процессности работы вот с документами с процедурными вещами но я понимаю что меня это бесит поэтому здесь я приняла другое решение у меня всегда был ну условно замом или помощником тот человек у которого как раз был хорошо представлен именно на типаж ориентации на процессы содержания работы но при этом я дала себе четкую установку я не раздражаюсь когда этот человек грузит меня деталями когда он рассказывает очень долго почему потому что я понимаю что если меня это будет раздражать я это буду проявлять то просто не будет того человека который закроет мои пробелы то есть по сути каждый может до той или иной степени выбирать либо я это компенсирую развивая в себе либо если я понимаю что это мой антипод и для меня это кошмарно дискомфортно то значит я нахожу себе если я руководитель помощника или зам если я ну рядовой сотрудник коллегу с которым так или иначе мы кооперируемся и каждый из нас компенсирует то чего не достает другому отлично такое получается профессиональное дополнение и собственно все в выигрышной ситуации и вы и наши коллеги естественно ну то есть тут можно это дополнять внутри себя но если это вот скажем так антипатично не экологично как говорят да ну то есть противоречит вашим установкам то проще с кем-то скопироваться вот вы знаете я еще помню когда в институте училась я придумала такой конгломерат у нас была целая небольшая группа коллег по курсу ну и по группе и каждый из нас отвечал за определенные блоки определенных предметов ну то есть кто-то например никогда не пропускал ни одной лекции по этому предмету и остальным остальных натаскивал перед экзаменом кто-то по другому предмету ну и в результате наша группа очень хорошо училась при этом не затрачивая слишком много времени ну может не хорошо в таком признаваться но это правда но зато это было эффективным разделением труда да пошел на пользу всей группе да ну и при этом же понятно что человек всегда лучше делает то что ему реально нравится то есть если ему нравится предмет икс он лучше его усвоит и передаст другим чем тот кому этот предмет икс против соглашусь мне кажется абсолютную правду а вот вы рассказали кейс из вашей жизни когда по сути вы учитывая ваш опыт в работе с людьми по сути выступили немножечко в роли психолога как вы считаете современный руководитель современный HR специалист HR директор вот кем он по сути кроме HR директора как такового должен быть вот мне кажется что уже как минимум еще и психологом а кем еще ну вы знаете наверное я скажу так не психологом он должен быть консультантом внутренним который поможет разрешать конфликтные ситуации поможет разрешать ситуации низкой эффективности там неоптимальных процессов психолог видите тут есть такой оборотная такая сторона медали вот особенно если брать тем да простят меня все психологи но особенно психологи клиницисты у них одна из так сказать задач которые в них культивировать образование это дойти до истоков почему он стал таким ну условно что там его не знаю там отец третировал или одноклассники издевались или еще чего-нибудь на самом деле в бизнесе никого не интересует в бизнесе мы имеем дело здесь сейчас недавнее прошлое и тезис можно ли это исправить или нет то есть чрезмерное углубление вот такое я специально подчеркиваю слово чрезмерное оно наверное здесь тоже не нужно то есть я бы реально говорила наверное бизнес психолог то есть когда задача сказать так хорошо исправимо это или нет если исправимо то за какой срок и какими ресурсами и если да мы говорим что это исправимо вполне вменяемыми ресурсами и реальный срок то каков будет наш конкретный план действий то есть что мы будем делать для того чтобы там развить то или иное или исправить какое-то негативное то есть такой очень немножко функционал бизнес-консультанта аналитика процессов компании получается вот еще и эти функции несет сейчас ну процессов может быть в меньшей степени это все-таки больше функции такого классического бизнеса а вот скорее наверное эффективности людей в тех или иных условиях ну вот знаете допустим я в свое время столкнулась будучи директором персонала внутри компании столкнулась с тем что бухгалтер по авансовым отчетам собственно проблему поставила главная бухгалтер она говорит ягод не могу понять да девушка работает ну месяцев пять ягод не могу понять у нее вот такая прыгающая результативность ну имеется в виду не в смысле достижения результата а в смысле количества ошибок срыва сроков отчетности и так далее то говорит у нее просто на пять с плюсом то говорит ну между двойкой и тройкой ну и в итоге я иду к девушке с ней беседую что я выясняю она в отличие от многих женщин имеет последовательный тип мышления то есть ей очень четко нужно одно дело закончить переключиться не очень быстро и только потом перейти к другому ну то есть это знаете как вот кто-то может одновременно я не знаю жарить блины смотреть телевизор еще вот она к этой категории не относится и что происходит что когда она делает свои отчеты ну то есть бухгалтерские проводки и ее никто не дергает у нее все на пять с плюсом когда она начала делать свой отчет бац пришел сотрудник спрашивает а как вот тут вот это оформить или бац пришел сотрудник говорит вот прими у меня авансовый отчет она постоянно отвлекается и либо у нее уходит просто много времени на переключение тогда идет срыв сроков ну либо второй вариант если она все-таки ну быстро пытается переключиться она начинает допускать ошибки в итоге я предлагаю такое решение что мы делаем половину дня кассовыми часами когда сотрудники могут приходить к ней и на полдня грубо говоря ее дверь закрывается ее никто не беспокоит и ничего нет да и до всех это доводится причем естественно мы провели опрос в какой половине дня более критично сдавать авансовые отчеты почему потому что авансовые отчеты в основном сдают продажники которые завязаны на визиты к клиентам в итоге становится понятно что удобно ну такая то половина дня и далее я пишу уже объявления по всей компании что для повышения эффективности работы мы вводим понятие кассовых часов что означает что вы можете приносить на проверку авансовые отчеты и приходить со своими вопросами в такое-то и такое-то время во время икс другое то бишь на двери кабинета бухгалтера по авансовым отчетам висит табличка я к сожалению я занята просьба прийти вот в такое-то время в результате этой меры результативность и качество работы резко улучшились ну вот это вот одна из задач как мне представляется директора по персоналу то есть понять где причина то есть в данном случае стало понятно что это не ее там допустим неврежность или не не вопрос квалификации потому что она проходила тестирование прекрасно прошла это психологическая особенность есть люди которые легко переключаются между разными задачами есть люди которым это противопоказано а вот такой вопрос скажите пожалуйста что бы вы посоветовали тем людям которые ну все же компании разные да есть большие компании есть компании среднего размера есть совсем маленькие компании и очень часто мы сталкиваемся с тем что функции то есть другой да вот димитральный вопрос по сути когда функцию HR вынужден по сути выполнять может быть не на всю компанию но как минимум для своей команды руководитель этой команды то есть он по сути своей не HR он вообще там условно например я вообще маркетингом занимаюсь но не менее во многом человеку приходится брать на себя функции HR вот как вы считаете какие ключевые моменты ну вот нужно учитывать при таких при таком варианте ситуации в компании что важно первое что важно это умение определять специфику своих сотрудников то есть факторы мотивации демотивации те же самые типажи не обязательно те о которых мы сегодня говорим их достаточно много у меня есть такое выражение да простят меня за цинизм инструкция по управлению у меня есть программа тренинговая называется адаптивный менеджмент кстати про эту же тему у меня написано в книге искусство подбора персонала в юбилейном издании адаптивное от слова адаптация то есть управлять разными людьми нужно по-разному кстати вы как маркетолог это прекрасно понимаете что если мы берем например с опытом к сожалению а не сразу правильно но для этого и существуют книги тренинги общение с более опытными людьми обмен лучшими практиками потому что допустим вот пример если я делаю рекламу тот самый вкус тот самый чай но индийский чай со слоником была такая реклама но при этом целевая аудитория 30 минус очевидно что эта реклама никогда не сработает если я беру такую рекламу на аудиторию допустим 40-45 плюс она может работать потому что это будут воспоминания детства возможно как мама заваривал этот чай или как папа приносил его в заказе то же самое вот я же приводила пример про те преференции что если это домохозяйка для которой важно что говорят что советуют что берут все то мы будем говорить вот тебе счастье бери это если это допустим лидер руководитель эксперт высокого уровня который сам себе уже обеспечил переход в верхушку среднего класса если ему так сказать вот все это берут он скажет а я не все мне это не надо то есть по сути психологии пронизано на самом деле практически все я вам даже больше скажу я в свое время инициировала свое участие в тренинге финансов для нефинансистов когда работала в компании и я поняла что допустим ну не конечно не российская бухгалтерия а вот управленческий учет в западных стандартах это тоже психология когда ты должен считать не только сколько денег у тебя в кармане сейчас сколько еще нет но и например то что тебе заплатили эту предоплату за год вперед и ты эту сумму должен разделить на 12 частей каждый месяц ты имеешь право потратить только одну двенадцатую часть потому что остальное ты еще не заработал в то же время если ты что-то предоплатил вперед за год ты уже понимаешь ты уже эту предоплату сделал ты можешь ее не вычитать уже из бюджета следующего месяца ну это такой банальный пример привела что психология человеческого поведения она пронизывает все и поэтому руководитель должен понимать своих сотрудников должен понимать какие инструменты управления мотивации делегирования к какому типу сотрудников к какой мотивации сотрудников применять и более того это задача не HR задача это глобальные процессы глобальная единая система мотивации глобальные единые там критерии отбора персонала но управлять то конкретным Васей или Машей будет не директор по персоналу а его непосредственный руководитель и в конечном счете все приходит к сотруднику через призму его руководителя кому-то руководитель говорит слушай опять у нас там замутили какой-то корпоратив готовить хотя сейчас план горит ну ладно давай там что-нибудь подумай понятно с каким лицом и мыслями этот сотрудник будет думать а другой говорит слушай классно вот сейчас мы месяц закроем а потом хоть чуть-чуть разрядку сделаем давай придумаем забойный корпоратив вот принципиально если говорить о фактуре и тот и другой сотрудник получил информацию о том что нужно придумать корпоратив ну я вас уверяю что первый и второй будут это делать совершенно разными чувствами мыслями эффективностью это правда соглашусь Светлана нам приходят вопросы вот первый вопрос Светлана как вы считаете изменилось ли что-то кардинально в HR и какие новые инструменты появились и считаете ли вы их эффективными изменилось очень многое ну то есть чтобы ответить на этот вопрос нам еще понадобится час или два ну хотя бы основные основные первое знаете был такой анекдот генеральный директор интервьюирует кандидата на должность главного куколца и спрашивает сколько будет дважды два она отвечает вопросом на вопрос мы покупаем или продаем ну понятно это была пародия на уход от налогов на самом деле сейчас ровно тоже в HR если когда-то мы покупали то есть встаньте в очередь и докажите что я вас должен взять на работу то сейчас очень во многом приходит тема HR брендинга пиара позиционирования создание позитивной атмосферы особенно с развитием соцсети и отзывиков это один тренд второй тренд то что сейчас все больше компании все больше и больше задумываются о талант менеджмент или по-русски кадровом резерве то есть преемники не люди только из извне если говорить о рекрутинге то конечно здесь очевидная тенденция что все больше используются соцсети соцсети как инструмент или вот что вы сейчас имеете соцсети для каких целей оценить дата или найти и то и то есть многие компании особенно такие крупные брендовые которые создают свои страницы в соцсетях где их сотрудники постятся как классно у нас работать где призывают своих друзей ставить лайки это как прием привлечения второе прием привлечения ну понятно что прямой поиск да когда мы смотрим ну например сеть LinkedIn ну это прямой так сказать путь к вытаскиванию кандидатов многие постят например есть определенные HR-сообщества в том же самом фейсбуке где вот ищу кандидата на какую-то позицию порекомендуйте вариантов масса-масса-масса можно искать в группах то есть по сути хантить ну и плюс конечно соцсети как инструмент работы с отзывами да когда мы ну максимально и кандидатов и своих сотрудников просим постить позитивы компании используются для этого определенные методы ну в том числе поощрения стимулирования ну наверное тенденция ну не последних лет может быть там последнего десятилетия все больше внимания все-таки уделяется внутренним коммуникациям внутреннему пиару развитием корпоративной культуры ну наверное если кратка вот это основное вот я не могу вы затронули как раз тему внутренних коммуникаций корпоративной культуры я на самом деле не могу не спросить вас о том что происходит сейчас собственно во многих компаниях вот на одном из эфиров с одним из наших авторов мы как раз таки затронули момент что вот карантин и вот эта вынужденная ситуация работы на удаленке для многих компаний это стало вынужденным решением и все были к этому решены готовы вот есть мнение что те компании у которых в ходе внутренней культуры корпоративной было зашито доверие уважение то они в общем то с переходом на удаленку не потеряли управляемости да и контроля ну в хорошем слове в хорошем смысле контроля над тем что происходит какие результаты получается что они оказались более выигрышные ситуации по сравнению с теми компаниями у кого подобной культуры не было и которые сейчас судорожно пытаются внедрять IT инструменты что компания такая предлагает инструмент для записи разговоров сотрудников на удаленке и так далее расскажите поделитесь вашим мнением по поводу этой всей ситуации как вы считаете какое оптимальное есть ли оно это решение я про нынешнюю ситуацию позволю себе комментариев не давать потому что не определенные отношения я считаю что там где отношения в компании построены на заинтересованности в общих результатах доверие вовлеченности справедливости в обе стороны любые стрессовые ситуации проходят легче потому что когда командир впереди на белом коне ну условно говоря да то есть все понимают что мы все вместе у нас нет я не знаю там столовой для шефов и столовой для остальных когда все понимают что в сложной ситуации руководитель сам может выйти в поля и делать план продаж когда все понимают что да я я работаю на результат компании в то же время компания дает мне какие-то другие возможности да не обязательно кстати деньги вот когда это все так сбалансировано естественно что в сложных ситуациях люди не будут подставлять друг друга люди не будут делать гадости за спиной они будут максимально работать на общее дело там же где все держится на страхе вы понимаете как только страх ослаб тем более у нас у нас так сказать хитра в отношении обходить законы ну что делать если там отслеживают ваше местоположение где вы сейчас в компьютере или не в компьютере и прочее куча всяких анти уловок и люди просто начинают практиковаться в этих уловках то есть естественно там где есть взаимная ответственность взаимная справедливость и взаимное понимание уважение там любые стрессовые периоды проходят конечно гораздо менее болезненно ну то есть на самом деле пожелания вот в компании как раз таки стремиться к такой культуре чтобы это стало нормой если это еще не стало нормой это первое пожелание второе пожелание это конечно максимально брать людей которые к этому способны потому что да есть люди в свое время покойные к сожалению герчиков один из исследователей мотивации писал о том что есть так называемая люмпинская мотивация от слова люмпин то есть люди работают ну давайте так сформулируем что бы есть ну фигурально выражаясь то есть для людей важны только деньги они воспринимают работу как обузу и если за ними никто не следит и нет кнута то они работать перестают понятно что такие люди на удаленке работать хорошо не будут никогда и тут не нужно быть фантастами и фантазерами чтобы думать как их заставить это делать никак увы увы ах Светлана а вот еще хотела спросить у вас вот о чем сейчас очень многие говорят о теории поколений и говорят о том что нынешнее поколение такое какое-то вот оно особенное нужно учитывать целый список пунктов что нужно учитывать а вот это поколение оно такое-то и вот вам другой список что нужно учитывать я сама довольно скептически к этой теории отношусь и считаю что везде в любом поколении хватает как ярких примеров так и не очень вот как вы относитесь к этой теории прокомментируйте пожалуйста я здесь серьезно согласна с вами потому что я это услышала историю много-много лет про мое поколение они говорили о эти дети разучились читать ну фигурально им не интересна классическая литература они только кино хотят смотреть про следующее поколение стали говорить ну это дети компьютера им интересно только там в сети время проводить там в игры играть ну и далее далее по списку во всех поколениях были трудолюбивые и ленивые люди ответственные и безответственные что нужно учитывать первое конечно нужно учитывать возрастную зрелость понятно что в среднем при одинаковых водных двадцатилетние и сорокалетние имеют за плечами разный жизненный опыт да на это конечно нужно опираться нужно понимать что допустим какие-то ошибки нужно прожить самому чтобы понять что это ошибки и мы все тоже через это проходили да безусловно что отличает нынешнее поколение это диджитализация безусловно это гораздо больше информированность благодаря интернету ну и безусловно гаджетизация в этом нет ничего не плохого не так сказать однозначно хорошего с моей точки зрения здесь должен быть четко совершенно индивидуальный подход и понимание что нужно оценивать не какое-то поколение в целом а конкретную личность знаете вот я в свое время поняла как только ты начинаешь говорить ой ну это поколение это уже не то то ли дело мы в наше время это первый признак старения ну со смайликом конечно говорю но в каждой шутке есть доля правды ну в общем то теперь мне есть что сказать тем людям которые в эту теорию верят скажут нет мы просто видим уже где-то на пути к вашей старости ну да почему бы и нет если не боитесь что они обидятся конечно ну я деликатна а Светлана еще такой вопрос мне его часто задают на самом деле коллеги коллеги по цеху мы сегодня много говорили о команде да что нет универсального человека который способен делать все одинаково эффективно и успешно но тем не менее мы можем собрать команду которая будет друг другу дополна личностно да вот минимизировать да вот там личностные какие-то и так далее а вот по вашему ведь команду мы же тоже вот как обычно мы нанимаем людей вот приходит человек он приходит на собеседование ведь заранее довольно сложно понять насколько человек пишется насколько на самом деле а нет на словах он разделяет ваши ценности ваши рекомендации на старте на входе что обязательно нужно проверять учитывать для того чтобы эту самую идеальную команду формировать потому что иногда нет времени на долгие поиски нужно делать быстро это ваш вид ну с моей точки зрения безусловно первое что важно понимать насколько совпадают внутренние ценности человека с тем что принято в коллективе и команде и в организации а как это понять на интервью вот он пришел перед вами полчаса как ну тут наверное я скажу проще читайте книгу искусство подбора персонала здесь есть несколько раз ну это без всяких шуток есть несколько разных методик рассказать о них в течение пяти минут означает что халтурить важно что это вопросы не адресованные напрямую вот вы будете воровать или нет или вы берете на себя ответственность или от нее уходите естественно что тут люди будут давать так называемые социально желательные ответы здесь должны быть более такие хитрые методики второе безусловно мы должны выявлять соответствие типажа вот то о чем я говорила сегодня той деятельности и той команде в которой предстоит работать ну и уже дальше это профессиональные навыки потому что почему я здесь поставила на третье место потому что их легче исправить то есть условно сделать из процессника результатника очень трудно а научить например техники продаж достаточно легко заставить человека любить людей ну можно но это опять очень долго ну слово не заставить можно убедить но это долго а научить например там правильному делегированию это не не страшно поэтому я рекомендую всегда и на своих тренингах и мастер-классах я всегда рекомендую ценности модели поведения способности в первую очередь навыки во вторую навыки легче корректировать поняла вас спасибо большое Светлана у нас время нашего эфира подходит к концу вот на самом деле было так интересно что я вот только сейчас посмотрела на часы и увидела что собственно на финишной прямой я искренне благодарю вас за эфир мне кажется было безумно интересно потому что сейчас мне кажется вопросы команд вопросы людей вопросы найма вне зависимости действительно от времен становится все важнее и важнее потому что мир ускоряется информации очень много стараешься все успеть быть актуальным быть профессионально востребованным и все это конечно безумно важно огромное спасибо вам за наш разговор если у вас есть какие-то слова для наших зрителей читателей пожалуйста есть безусловно но во первых я хочу всех поблагодарить Ирина вас за интересную беседу и всех кто нас слушал я хочу вас пригласить 10 мая в честь своего 25-летия в области управления персоналом я делаю 18 часов прямой эфир в инстаграме в инстаграме светлана нижнее подчеркивание иванова нижнее подчеркивание и чар при моем имени фамилии что-то более простое сделать невозможно к сожалению этот эфир пройдет под девизом скажи стрессу да как в условиях стрессов сделать их либо так чтобы они шли во благо либо с минимумом вреда как их предотвращать как менять отношение к ним как из них выходить ну и самое главное помните о том что все мы кто работает с людьми во многом вершители судеб мы можем помочь человеку найти свой путь развить себя стать успешным и более счастливым если мы будем делать все что от нас зависит и делать правильно в то же время это и огромная ответственность потому что цена ошибки но она не так видна может быть как у хирурга когда человек либо выжил либо умер но в долгосрочной перспективе она может быть не менее значима потому что да человек реализованный в своей жизни и не реализованный это два разных человека вот я хочу пожелать чтобы у каждого из нас кто является руководителем ильичаров было как можно больше тех про кого мы можем сказать я горжусь что с моей помощью с моим участием этот человек стал тем кем он стал спасибо огромное спасибо мне кажется чудесное теплое пожелание спасибо всем огромное спасибо читайте хорошие книги с удовольствием книги Светланы Ивановой их не две их скоро будет 20 следите за анонсами двадцатая книга выйдет буквально в конце мая мы очень надеемся приедет можно сейчас уже оформить предзаказ на сайте спасибо огромное всех нам всем нам сил и крепости духа счастливо спасибо счастливо до встречи от тихо Субтитры создавал DimaTorzok